Всем привет друзья! Капотная кабина грузовиков Урал 4320, разработанная еще в самом начале 60-х для автомобиля Урал 377, считалась устаревшей уже тогда, когда впервые дизельные грузовики только-только начинали сходить с конвейера Уралаза. Тем не менее, в немного модернизированном виде выпускается она и сегодня. За прошедшие годы завод, конечно, несколько раз пытался создать ей достойную замену, и первая такая попытка, казалось, увенчалась успехом в 1992 году, когда завод изготовил первые товарные экземпляры автомобилей семейства Урал 4322. Эти машины получили новую капотную кабину, унифицированную по ряду штампованных панелей и остеклению с бескапотной кабиной грузовиков КАМАЗ и адаптированную под установку лицензионного дизеля воздушника Дойтс. Сборка таких грузовиков велась на площадях цеха производства малых серий с использованием временных пластобетонных штампов для элементов оперения. Однако, вскоре встал Кустанайский завод дизельных двигателей, прекратив едва начавшиеся поставки лицензионных воздушников Дойтс или Урал 744, а затем и КАМАЗ в одночасье, превратившийся в конкурента, отказал в поставках штампованных панелей для кабин. Штучное изготовление автомобилей этого семейства продолжали еще некоторое время, оснащая их оригинальными немецкими дизелями Дойтс. Однако, после кризиса 1998 года проект окончательно умер. Всего серийных грузовиков семейства 4322 было построено около 500 единиц. Иногда удивление берет от того, как много самородков или очень перспективных компаний есть в России, о которых почти никто не знает. Мы говорим о компаниях, которые занимаются автомобилем или мотостроением. Возможно, кто-то слышал о таком производителе, как Буран Стайлинг. Кому интересно, вы можете посмотреть их сайт, но мы будем обозревать одно из их творений, которое по-настоящему способно впечатлить свои странные идеи. В конце 90-х годов компания получила специальный заказ на производство необычного Урала. Грузовик Урал знаменит в СССР своими мощными показателями, проходимостью, грузоподъемностью и универсальной сферой применения. Однако, в этот раз Урал хотели модернизировать с точки зрения дизайна и внешнего вида. Хотя, казалось бы, какой там дизайн Уралу. Ведь этот народный вездеход, который возит трубы в грязи, тягает огромные плиты своими крановыми установками, бурит землю и занимается другими тяжелыми работами. Однако, русско-итальянская идея была поставить на машину совершенно новую кабину от грузовика Ивека Турботех. Но ведь спросите вы, а как же знаменитая капотная компоновка Урала? Ведь этот Ивека является бескапотным автомобилем. Все верно, именно по этой причине разработчики компании создавали капот с нуля и, естественно, модернизировали бескапотную кабину в привычный всем облик с капотом и двигателем ровно под ним. Соответственно, крылья, бампер и все остальное, касающееся передней кузовной части, сделали самостоятельно из стеклопластика. Что, несомненно, было минусом, так как Урал частенько использовали в лесу, на бездорожье, на ухабах, где любое повреждение могло отразиться на состоянии кузова. Не самое логичное и умное решение. Пожалуй, единственным плюсом этого грузовика стала его полностью откидывающаяся передняя капотная часть, которая предоставляла доступ к двигателю и другим необходимым элементам для обслуживания и ремонта. По классике жанра советского и российского автопрома машина, конечно, была продемонстрирована заказчику, но не была одобрена как проект. Машину даже не пустили в мелкосерийное производство, чтобы определить спрос. В итоге, до 2006 года автомобиль стоял на задворках завода и постепенно разбирался. Сейчас от него остались только фотографии. Следующая попытка относится к 2003 году, когда на московском международном автосалоне был показан опытный образец самосвала Урал 55571-44. С новой капотной кабиной, созданной путем апгрейда серийной бескапотной кабиной Века, той самой, что понемногу выпускали в Миасе еще с середины 90-х. Оперение изготовили из пластика, чтобы не тратить время и деньги на дорогущие штампы. Дизайн машины получился довольно-таки спорным, но все-таки ее приняли к производству и выпускали в небольших количествах с 2004 по 2007 год. В этот период времени было выдано несколько разных одобрений типа транспортного средства, по которым завод имел право выпускать около полутысячи экземпляров таких машин. Маркировались грузовики с таким вариантом кабины дополнительными индексами 44, 45, 48 и 49. В 2007 году появился альтернативный вариант капотной кабины Века, созданный по тому же самому сценарию, но с принципиально новым дизайнерским оперением и интегральным капотом. В период с 2008 по 2015 год Уралы с такими кабинами производились небольшими промышленными сериями под разными обозначениями с дополнительными индексами 48, 49, 58, 59. В 2014 году Урал 4320 прошел процедуру обновления, которая затронула внешность кабины. Дизайнерам завода пришлось хорошенько потрудиться, чтобы замаскировать устаревшую итальянскую кабину 80-х годов. Самое заметное изменение – новая решетка радиатора. На базе шасси Урал М55571 выпускает семейство вахтовых автобусов, состоящее из двух моделей. Урал М3255-3013 с колесной формулой 6х6 и Урал М32552-3013 с колесной формулой 4х4. Они предназначены для перевозки пассажиров и вахтовых бригад по всем видам дорог. Внедорожный сидельный тягач Урал с длинным индексом 44202-3511-80 впервые был представлен в 2014 году как автомобиль для нефтегазового комплекса, который можно эксплуатировать независимо от состояния дорог. Наконец, с 2015 года в производство пошла принципиально новая капотная кабина, разработанная для грузовиков серии Урал Некст. По наружным панелям она практически полностью унифицирована с кабинами малотоннажников Газель Некст и среднетоннажников Газон Некст, но имеет усиленное основание и полностью оригинальное пластиковое оперение. В данный момент изготовление грузовиков Урал 4320 параллельно ведется со всеми тремя типами кабин. Старый капотный, бескапотный и вековской и новый капотный Некст. Правда, в количественном плане автомобили со старыми кабинами, похоже, пока еще доминируют. А на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, какая кабина лучше. Делитесь этим роликом с друзьями в соцсетях. Всем пока!